Всем привет! Не так давно я занимался достаточно интересной работой. А именно, моей задачей было развести высокоскоростной интернет по образовательной организации. Таким образом, чтобы в каждом кабинете пользователь мог подключиться к этой сети. Исходная обстановка в моей ситуации такова, что у нас имеется монтажный шкафчик с одним выведенным проводом витой пары, что нас в принципе не устраивает, а также понимание, что проводами по всей организации развестись не получится. Еще не стоит забывать, что сеть здесь корпоративная. Именно поэтому она имеет некоторые нюансы и особенности настройки сети. Как вы уже поняли, сеть будет организована с помощью точек доступа Wi-Fi. Отсюда делаем вывод, что тема актуальна тем, что мы не будем использовать практически провода, а также настройка корпоративной сети. Поэтому вы с легкостью можете использовать этот ролик как инструкцию для себя. Либо же просто посмотреть на результаты моей работы. Сразу же хочу извиниться за качество съемки, другой возможности снимать с нормального устройства у меня не было. Ну и сразу перед вами те самые исходные данные. То есть два монтажных ящика. Зачем два, сказать сложно. Нужно спросить у Ростелекома. В один из них заведен оптический кабель, а затем из одного монтажного ящика в другой идет витая пара. Из второго ящика выведен один LAN провод для подключения к компьютеру. Либо же к коммутатору. Ну а мы приступаем к установке и настройке. Берем наш роутер и вставляем короткий кабель LAN в синий порт WAN. В него-то и будет приходить интернет от оптического кабеля. Ни в коем случае не путать с оранжевыми LAN портами. Они предназначены для обмена данными с компьютерами. Зеленое устройство это криптокоммутатор для организации безопасности в сети. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Отсоединяем от него LAN провод, который пришел из коробки с оптическим кабелем. И соединяем его с WAN портом синего цвета нашего нового роутера. Теперь сигнал с криптокоммутатора будет передаваться на роутер и распространяться по организации. Ну а LAN провод, выходящий из коробки, уже подключен к LAN порту. К оранжевому. Роутер включили и пока что шкаф можно закрывать. И перейти к дальнейшей настройке роутера. Рекомендую тот провод, что вышел из монтажного блока, подключить именно к компьютеру. Не через коммутатор. Для избежания дальнейших проблем, получения доступа к интерфейсу настройки роутера. Вы уже увидели, что я убрал прокси сервер, а также статические IP-адреса из IPv4 протокола. Иначе вы не получите доступ к интерфейсу настройки роутера. В адресной строке браузера вводим локальный адрес, как у меня. Если с этим адресом у вас не удается попасть в настройки, смотрите какие адреса у вас указаны в документации к роутеру. Первоначально указываем статический IP-адрес, маску, шлюз и DNS-сервер. Ну и далее переходим к настройке Wi-Fi доступа. Даем ему имя и пароль. На этом в принципе все. Проверяем все ли вас устраивает и нажимаем сохранить. После чего в настройках нам делать больше нечего. После чего мы можем достать провод из компьютера и вставить его в свитч или коммутатор, как вам удобно. Ну а уже к другим портам коммутатора можно подключить другие ближние компьютеры. Я это делаю для того, чтобы не покупать Wi-Fi адаптеры для каждого станционарного ПК, так как это очень дорогое удовольствие. А вот кстати старый свитч, может быть для чего нибудь еще пригодится. Но пока что полежит мертвым грузом, так как на новом свитче есть 24 порта. Ну а это еще не все, теперь непосредственно перейдем к настройке компьютеров. В первую очередь нам необходимо настроить IPv4 протокол для этого соединения. А вот где можно найти эту настройку. Это актуально как для седьмой, так для восьмой, так и для десятой в Windows. Делаю это потому, что раньше без роутера. Напрямую от криптокоммутатора у меня были настройки статические. Но теперь они должны быть автоматическими, так как роль этих настроек теперь выполняет роутер. Ну а следующим шагом нас интересует настройка прокси-сервера. Так как это корпоративная сеть, без указанной настройки прокси-сервера интернет работать не будет. И сейчас вы наблюдаете за тем, как этот процесс производится на десятой версии операционной системы Windows. Выбираете использовать прокси-сервер, указываете адрес порт и сохраняете. А теперь покажу, как это делается в седьмой версии. В восьмой Windows делается все точно так же. В панели управления находите параметр сети интернет. Далее нам необходимо найти пункт свойства браузера, еще он может называться свойство обозревателя. Переходим во вкладку подключения, спускаемся вниз, находим настройки сети и здесь указываем адрес, а также порт прокси-сервера. Если ниже нажать кнопку дополнительно, то вы можете увидеть, что здесь прокси устанавливается автоматически почти для всех типов соединения. И это еще не все интернет по-прежнему отказывается нормально работать. Следующий и последний пункт настройки нашей корпоративной сети состоит в установке специального сертификата безопасности для браузеров. Все вышеперечисленные статические адреса, также прокси-сервер и сам сертификат вы можете взять у вашего провайдера, который вам и организовал эту сеть. Сертификат устанавливаем в папку доверенные корневые центры сертификации. И успешно. После чего на компьютер интернет должен появиться и работать безусловно. Не забудьте правильно выставить дату и время на компьютере, если что-то не так. Те ноутбуки и компьютеры, которые будут работать по сети Wi-Fi, точно так же настраиваются. Абсолютно. Пока я проверяю работу сети Wi-Fi на ноутбуке, я хочу ответить на возможно появившиеся у вас вопросы. Первый. Будет ли у меня работать интернет? Если я подключу другой источник интернета с этими настройками. Например, 3G модем. Отвечаю, нет, пока вы не отключите прокси-сервер. То есть каждый раз, если вы вдруг меняете интернет-соединение, придется включать, выключать. И второй вопрос, который следует из этого же, это возможно ли прокси-сервер прописать в роутере, точнее в его настройках. Ответ да, и для этого вам нужно будет перепрошить ваш модем с помощью OpenWrt. Можете посмотреть в интернете, что это такое. Я этого делать не буду, так как мои роутеры на гарантии. А перепрошивка роутеров влечет за собой слет гарантии. Да и вообще компьютеры из организации не предназначены для подключения других каких-либо интернет-устройств. Итак, с первым роутером мы закончили. И дальнейшая наша задача это вывести интернет в другую часть здания организации. Так как постройка достаточно большая по площади, а также имеет толстые бетонные стены, то одного роутера и его точкой Wi-Fi будет недостаточно. Поэтому берем второй роутер, вставляем в LAN-порт провод, а другим концом напрямую в компьютер и настраиваем его. И он у нас будет работать как точка доступа. Все современные роутеры настраиваются примерно одинаково и не требуют от вас огромных знаний. Далее переходим в настройки DHCP сервера. Здесь устанавливаем галочку на автоматический или выключено, чтобы роутер получал IP-адреса именно с первого роутера. Далее настраиваем Wi-Fi соединение. В принципе здесь только нужно указать имя и пароль. Все остальное можно ставить автоматически. Ну а далее проводим провод в другой конец организации, то есть здания, до места, где будет установлен второй роутер. Один конец провода заводим в монтажный ящик и подключаем его в свободный LAN-провод нашего модема, то есть роутера. Также этот провод можно было бы подключить и к коммутатору, то есть какой-то ощутимой разницы не будет. Далее переходим в другой конец здания и осуществляем всю последующую работу уже там. Первое, что нам нужно сделать, это смонтировать коннектор RJ45 на его законное место, так как с одной стороны витая пара у нас была обрезана. Следующим шагом работаем с инструментом для обжима коннекторов. Подгоняем длину проводов, а также выставляем их правильно по цветовой схеме. Обжимаем и радуемся. В принципе, это все можно было сделать с помощью отвертки. Это требует больших трудозатрат и внимательности. По итогу предлагаю посмотреть, что у нас получилось. Оба модема установлены, один из них работает как точка доступа, то есть берет все данные с настроек первого модема и только лишь раздает Wi-Fi. Кстати, было еще два варианта, как подключить между собой модемы, но я остановился на точке доступа. Я думаю, это самый оптимальный вариант. Ну и бонусом хочу показать, как настраивается под корпоративную сеть система Linux, в моем случае Ubuntu. И здесь у вас тоже не должно возникнуть каких-либо сложностей. Это, конечно же, можно было бы делать через консоль, но мы все люди простые, поэтому делаем через интерфейс. Последовательность действий та же самая. Для начала находим IPv4 протокол и выставляем все автоматически. Повторюсь, что прежде без наличия роутера у меня здесь все было прописано статическими IP адресами, поэтому проверяем этот пункт. Далее переходим в настройки прокси сервера и здесь для каждого типа соединения прописываем сервер и порт. Затем переходим к установке сертификата безопасности. И делать мы это будем непосредственно через браузер. Заходим в настройки preference, далее находим безопасность, листаем вниз, находим пункт сертификаты. Далее находим кнопку import и указываем где находится наш сертификат на флешке. Выбираем его, нажимаем кнопку open и на этом все. Настройка системы Linux именно Ubuntu закончена. Также еще один бонус и наверняка интересующих всех вопрос, а как же настроить этот интернет на смартфоне, либо же на планшете. И сейчас я покажу это именно на андроиде. Находим с помощью смартфона сеть Wi-Fi, подключаемся к ней, заходим в настройки, выбираем подключение, находим Wi-Fi, нашу сеть. После подключения к сети рядом с названием появляется значок настроек, нажимаем на него. Далее переходим во вкладку дополнительно и здесь есть прокси. Выбираем вручную. И здесь указываем тот самый прокси сервер и порт. Но не забываем, что без сертификата безопасности интернет работать не станет нормально. Поэтому каким-то способом закидываем сертификат. Далее при нажатии на него из диспетчера файлов начинается установка. Даем ему имя, выбираем. Использую для VPN и приложений. И все, нажимаем установка. После чего сертификат появится в центрах сертификации вашего телефона. Найти его можно в учетных данных и проверим появился ли он. Нажимаем пользовательские и Ростелеком есть. Ура! Есть еще один метод сделать все то же самое, но только с помощью рутирования смартфона. То есть с помощью получения рут прав. Но у нас и так все устраивает. Единственный минус, что работать интернет будет только в браузере. Так как сертификат устанавливается только для одного типа подключения, то есть протокола http. Спустя некоторое время, совсем уже в другой организации, я повторил весь процесс и также покрыл сетью Wi-Fi еще одну образовательную организацию. И здесь алгоритм работы остался абсолютно такой же. За исключением того, что здесь немножечко другие статические адреса. Единственная проблема, которая может вас подстерегать на этом пути, это расположение роутеров. Их нужно вешать так, чтобы на его пути до компьютера было минимальное количество помех. Под помехами подразумеваю толстые бетонные стены. Чем их меньше, тем лучше. Через 2-3 стены уже роутер может не пробить сеть. Поэтому я их вешал в коридоре на противоположной стене от кабинетов. Еще один вопрос, который мог бы вас волновать, зачем я купил именно два роутера. Ведь можно было купить один роутер, а к нему точку доступа или так называемый репитер. Отвечу. Изначально в моих планах было сделать так. Сделать два роутера основными. То есть подключить один роутер, от него подключиться ко второму через порт ван. То есть второй роутер будет тоже основным. Именно принимающим интернет-соединение. А от второго уже кидать точки доступа. Но это все не понадобилось и поэтому у меня вот осталось таким способом. В любом случае работы я доволен. Обе организации покрыты сетью Wi-Fi и теперь каждый работник организации имеет возможность подключиться из любого уголка здания напрямую к Wi-Fi без использования проводов. Хотя с точки зрения стабильности подключаться с помощью LAN проводов было бы практичнее. Ну и на этом у меня все. Надеюсь, что этот ролик инструкция поможет вам справиться с подобными задачами. Всем всего хорошего. До свидания.